Товарищи ребята Конечно, если дома вы, они ушли куда-то И просим вас немедленно оставить все дела Радионяня сегодня к вам пришла Радионяня, радионяня, есть такая передача Радионяня, радионяня, у нее одна задача Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Радионяня, радионяня, есть такая передача Радионяня, радионяня, у нее одна задача Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Чтоб всем ребятам, всем дружбятам было веселей. Здравствуйте, ребята. Друзья мои, вы слышите наш звонок? Значит? Значит, начинается веселый урок. А чего вы, собственно, радуетесь? Этот урок будет посвящен ударениям. Ну и что? Очень хорошо. Да? Да. А кто это говорил в прошлый раз? Библиотека положили. Мы. А что, неправильно? Конечно, неправильно. А как же правильно? Библиотека положили. Это он говорил неправильно, а я молчал. Ну, а я, если и сказал неправильно, то это случайно. Вообще-то у меня ошибок очень маленький процент. Процент? Да. Очень хорошо. Прекрасно, прекрасно. Не процент, а процент. Вам просто необходимо, друзья мои, почитать специальные книжки, где проставлены ударения. Знаете, есть такие книжки для детей? Конечно, знаю. У меня их дома, наверное, целый портфель. Портфель? Да. Прекрасно. Прекрасно. Поздравляю вас. Ну вот, и я тебя поздравляю. А еще интеллигентный человек, а? Надо говорить, портфель. Портфель. Неужели это непонятно? Вот берите пример с меня. Я, например. Я. Я всегда держу под рукой словарь правильных ударений и словарь для работников радио. Это мои настольные книги. Да. Я без них даже за стол обедать не сажусь. У меня всегда слева, значит, лежат эти книги, а справа обеденные блюда, стаканы и... Николай Владимирович, а еще других учите. Блюда. А что? Надо говорить блюды. Блюды. Да. Очень хорошо. Поздравляю вас. Блюды. Я так и думал. Друзья мои, вы меня просто удивляете, честное слово. Почему? Ну, неужели вы не поняли, что я нарочно переставил ударение, чтобы вы увидели сразу, как изменяются слова? Грамотные люди, конечно, говорят блюда. А вот теперь ответьте мне. Ответьте на такой вопрос. Как правильно говорить? Простыня или простыня? Простыня или простыня. Разыгрывайте. Наверное, нужна простыня. А вот если я вас спрошу то же самое с стихами, то на эту загадку вы наверняка ответите правильно. Попробуем сейчас, пожалуйста. Отгадайте, что такое. Стелют на матрас меня, называясь... Простыня. Ага. Здорово. Совершенно ясно. Стелют на матрас меня, называясь Простыня. Отскажите, пожалуйста, как правильно, фарфор или фарфор? Николай Владимирович, а вам не кажется, что еще лучше вот такие трудные слова вставлять в песенку? В песенку? Да. Конечно. Кто с правилами дружин, тот твердо убежден. Фарфор нам очень нужен, а фарфор не нужен. Нельзя сказать алфавит, а можно алфавит. Кто говорит алфавит, неверно говорит. Кто говорит алфавит, неверно говорит. Ну вот, друзья мои, теперь я совершенно уверен, что вы на всю жизнь запомните, как произносятся эти слова. Не говори каталог, а только каталог. А творог? Можно творог. А можно и творог. А если в магазин вдруг портфели завезли, то не ходи в магазин, не купишь портфели. То не ходи в магазин, не купишь портфели. А мы не знаем, как правильно говорить, шофер или шофер? Водитель. А при чем тут водитель? Когда мы на машине летим во весь опор, то нас везет не шофер, а нас везет шофер. Шофер, он любит дело, профессию твою. А шофером мы сразу влетим в аварию. А шофером мы сразу влетим в аварию. А теперь мы хотим ребятам дать свой совет. Пожалуйста, попробуйте, посмотрим, что выйдет. И пусть теперь не будет секретом для ребят, Что в парке не статуи, а статуи стоят. А если вы в театр придете, например, Вас не пропустят в партер, пожалуйте в партер. Вас не пропустят в партер, пожалуйте в партер. Ты школьник с ударением, внимательнее будь. И наши наставления мы просим, не забудь. А будешь несерьезно их ставить кое-как. То рано или поздно ты попадешь в просак. Рано или поздно. Рано или поздно ты попадешь в просак. А это еще что за смех такой? А это, Николай Владимирович, смешные случаи на уроках. А-а-а. Прекрасно. Очень дружно смеются ребята. А над чем? Вот однажды вызвали ученика и спросили, Что такое экватор? А он и говорит, ну экватор это такой заборчик, Который разделяет землю на две половинки. На урок зоологии учительница принесла скелет кролика. Один ученик встал и говорит, А где у скелета уши? И еще несколько коротких вопросов и ответов. Если бы на Венере были люди, как бы их называли? На Венере венегретыми. Сколько весит земля? С людьми или без людей? Коперник был выдающимся астрономом И доказал голым глазом, что земля круглая. До Дарвина возникновение и развитие организмов Было строго запрещено. Человек ходит прямо, потому что у него есть череп. Дорогие ребята, радионяня ждет от вас новых случаев, Над которыми смеялся весь класс. Сегодня мы поговорим о правильном употреблении некоторых слов. Каких слов? А это вы сейчас сами увидите. Вот представьте себе такую картину. На дворе мороз. А я собираюсь выйти на улицу без шапки. Что вы мне скажете? Николай Владимирович, простудитесь. Ой-ой-ой-ой-ой, оденьте шапку. Спасибо, друзья мои. Спасибо за заботу. Но только вот оденьте шапку или наденьте шапку. Как правильно. Я хочу, чтобы вы проверили себя, Когда надо говорить одеть, а когда надеть. Вот, пожалуйста, заполняйте мои паузы. Сделаем такое упражнение. Он начал одеваться. Сначала костюм. Ну, договаривайте. Одел. Нет, надел. Потом ботинки. Что сделал? Надел. Одел. Затем стал пальто. Одевать. Да надевать. А потом уж стал младшего брата тоже. Одевать. Ну, тут-то просто. Вот с простого мы и начнем. Одевать можно кого-то. Например, брата, сестру, куклу. Верно, верно. Но кукла – это уже не кто-то, а что-то. Ну, что-то можно тоже одевать. Например, деревья одеваются листвой, а горы снегом. Правильно, правильно. А еще одеваться можно во что-то. Например, оделся во все белое. А можно чем? Река оделась льдом. Чем оделась? Льдом. Прекрасно, прекрасно. А теперь возьмем слово надевать. Надеваем мы всегда что-то на кого-то или на что-то. Значит, если я пошел без шапки, что мне надо сказать? Ай-яй-яй-яй-яй. Николай Владимирович, наденьте шапку. Правильно, правильно. А сейчас что я делаю с очками? Надевайте их на нос. Верно. А я придумал свое правило. Если подразумевается на – на голову, на себя, на нос, значит надеть. Если этого на нет, то одеть. Ну что ж, друзья мои, по-моему, это правило несколько упрощенное, но тоже верное. А теперь, когда вы разобрались в употреблении слов «одеть» и «надеть», можно вернуться к моему упражнению. Смело подсказывайте мне. Итак, он начал одеваться. Сначала костюм надел, потом ботинки надел, затем стал пальто надевать, а уж потом стал младшего брата тоже одевать. Молодцы, вы способные ребята. Вот вам за это по конфетке. Спасибо. Саша, вы что делаете? Я кушаю. Не, не может быть. Как не может быть? Вот смотрите, беру конфету. Вот. И кушаю. Да не может такого быть. Алик, возьмите свою конфету. Так. Откусите. Ну, что вы теперь делаете? Я ем. Правильно. А вы, Саша, что делаете? Я ничего. Я уже все скушал. Дорогой мой, я вижу, вы просто не знаете, когда употребляется глагол «кушать». Как это не знаю? Глагол «кушать» употребляется, когда хочешь есть. Да нет. Глагол «кушать» употребляется только в повелительном наклонении и в неопределенной форме при вежливом или ласковом приглашении к еде. Например, «кушайте, пожалуйста, дорогие гости». Или «дети, идите скорее кушать». А во всех остальных формах глагол «кушать» употреблялся только раньше, в разных подобострастных выражениях. Например, говорили «барин кушают». Да, а уж про себя в первом лице и раньше глагол «кушать» не употребляли. Нет, так что запомните, никогда нельзя говорить «я кушаю», а можно только говорить «я ем». Вы довольны моим объяснением? Довольны. А когда человек доволен, он что делает? Ест. Нет, он поет. Ах. Поет. Мы вас приглашаем за стол к нам присесть. Немножко покушать, немножко поесть. А чтобы не путали, кушать и есть. Хорошее правило есть. Если я, значит, ем простоквашу или джем. Кушать могут ты и он, даже если это слон. Часы и очки и ботинки надень, и белую саблю, и черный ремень. А можно кого-то во что-то одеть. Пускай это даже медведь. Всех одел, но зато на себя надел пальто. Надо знать, как сказать, одевать или надевать. Уважаемые помощники, мне уже давно не дает покоя одна мысль. Вернее, один вопрос. Какой, Николай Владимирович? Вот какой. Мы стараемся. Поем песенки про разные грамматические правила. Автор эти песенки сочиняет. Композитор пишет музыку. А польза от этого есть или нет? Ведь вот что самое главное. Ну, Николай Владимирович, сколько писем приходит о том, что наши уроки помогают ребятам в учебе? Письма-то я читал. Но беда в том, что и в этих письмах порой встречаются грамматические ошибки. Ой, Николай Владимирович, чувствую, что-то вы задумали. Я задумал, действительно. Задумал. Как вы думаете, можем мы провести контрольную работу? Какую? Диктант. В школе ведь проводится диктант на пройденный материал. Ну, то в школе, а по радио как диктант диктовать? Это скучно получится? Все уснут. А мы сделаем веселый диктант в виде песенки. Попробуем? Попробовать можно. А на какое правило диктант? Так. Я предлагаю. Правописание числительных. Пол полу. Я до сих пор в этом правиле путаюсь. Согласен. Только давайте наш диктант споем на мелодию какой-нибудь известной всем ребятам песенки. Ну, например, песенки Кота Леопольда. Вы ее помните? Помните? Я весь день сижу на крутом верешку. Надо мной плывут в небе облака. Вот, вот, прекрасно. Прекрасно. Только слова у нас будут совсем другие. Уважаемые радиослушатели, приготовьте, пожалуйста, бумагу и карандаш. Будет диктант. Можно ручку приготовить. А у кого есть магнитофон, записывайте на магнитофон. Готовы? Начинаем наш радиодиктант на тему правописания числительных пол полу. Послушайте, пожалуйста, диктант в исполнении Николая Владимировича Литвинова. Я полдня сижу на крутом бережку. Пол леща поймал в речке голубой. Тихо пол облачка в небе проплывает. Съел я пол яблочка, сплю в траве густой. Жаркое солнышко пол лица согрело. Так что к полудню я стал полуживой. Интересно. Только, по-моему, многие не успели записать. А мы еще раз поем. Дорогие друзья, послушайте диктант в исполнении Алика и Володи. Я полдня сижу на крутом бережку. Пол леща поймал в речке голубой. Тихо пол облачка в небе проплывает. Съел я пол яблочка, сплю в траве густой. Жаркое солнышко пол лица согрело. Так что к полудню я стал полуживой. Спасибо. Теперь, я думаю, все успели записать. А вдруг не все? Давайте мы еще раз поем, а? Нет, друзья мои, мы же только что пели. Так неинтересно. Эх, надо было нам специально для диктанта пригласить какого-нибудь настоящего певца. Вот бы он спел. Все бы сразу записали. Да, друзья мои, нам бы сейчас очень пригодился хороший оперный бас. А пусть Володя споет. Как басом? Володя, Володя, а вы сможете? Не знаю, я попробую. Я пол дня сижу на крутом бережку. Пол леща поймал в речке голубой. Тихо пол облачка в небе проплывает. Съел я пол яблочка, сплю в траве густой. Жаркое солнышко пол лица согрело. Так, чтоб по лутню я стал полуживой. Вот теперь уж точно все успели записать. Смешные случаи на уроках. На вопрос учителя, к какому семейству относится грецкий орех, ученик ответил, к семейству греков. Один раз в четвертом классе, пишет Игорь Солнец из Буденновска, учительница попросила придумать предложение со словом айсберг. И ученица ответила, айсберг высоко парил в небе. На уроке рисования учитель спросил, если ты сам себя нарисуешь, как это будет называться? Натюрморд, ответил ученик. На уроке литературы учительница спросила, кто такой воевода? Девочка ответила, это мужчина, который возит воду. Ну вот, опять начинается веселый урок. Да, друзья мои, опять и веселый урок. Но на этот раз не совсем обычный. Сегодня мы не будем разучивать грамматические правила, выяснять, как пишется то или иное слово, а просто послушаем, как мы говорим. Как говорим? Как говорим? Нормально, как все люди. А вот мы сейчас посмотрим. Ну-ка, вы, Саша. Ну? Вы, вы, можете нам что-нибудь рассказать? Ну? Что ну? Могу. А почему вы говорите ну? Так и отвечайте, могу или да. Вы согласны со мной? Ну? Ну? Вы меня извините, но в последнее время я часто слышу это ну, ну. Вместо того, чтобы сказать да, конечно, согласен. Многие почему-то твердят ну, ну, ну. Вместо да, ну. А вместо нет, что говорить? Николай Владимирович, он больше не будет, правда, Саша? Да, конечно, обязательно, согласен. Очень хорошо. Но это еще не все. Я просил вас что-нибудь рассказать. С удовольствием. Только о чем? Ну, пожалуйста, расскажите немного о моем любимом поэте, о замечательном мастере русского языка, о Пушкине. Ну, пожалуйста. Пушкин... Минуточку. А почему вы говорите Пушкин? Его что, так звали Эдуард Пушкин? Нет, его звали Александр Сергеевич. Ну, вот так, пожалуйста, и говорите. Александр Сергеевич Пушкин, как говорится, родился в 1799 году. Простите, а почему родился, как говорится? Он просто родился без всяких, как говорится. Продолжайте, пожалуйста. Учился Пушкин в лицее, где эти педагоги очень много, в общем, знали. Поэтому он из лицея очень много вынес того... Постойте, постойте, постойте. Что он вынес из лицея? Ну, это вынес знания. Ого. А по вашим словам, можно подумать, что Пушкин вынес из лицея какую-нибудь книжку библиотечную и не вернул. Зачем ему книжку? Он их сам написал, как говорится, будь здоров сколько. Все, 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 с меня достаточно. Это невозможно слушать. А что, Николай Владимирович, он все правильно сказал. Да, Пушкин действительно написал много книг. И не, как говорится, и не будь здоров, а просто очень много. И при этом никогда не пользовался ненужными словами вроде того, вот, ну, значит. Поэтому и язык у него был звучный, чистый. Он не засорял его словами-паразитами. Ой, Николай Владимирович, как не стыдно. Как не стыдно. Других учите, а сами такие слова говорите. А это нормальное литературное слово. Паразитами называют тех, кто живет за чужой счет. В данном случае это слова, без которых можно легко обойтись. Они делают вашу речь тягучей и малокультурной. Николай Владимирович, можно я расскажу? И не малокультурно, а многокультурно. Много? Да. Интересно, интересно. Ну, что ж, попробуйте. Александр Сергеевич Пушкин, видите ли, был гениальным, так сказать, поэтом. А его знаменитая поэма Евгений Онегин, это, знаете ли, вершина литературы и, честно говоря, искусства. Онегин, не в обиду будет сказано, был лишним человеком, который любил Татьяну, но, между нами говоря, поздно. Да. Между нами, говоря, плохо и, так сказать, непонятно. Зато культурно. Ошибаетесь. Все ваши, видите ли, знаете ли, понимаете ли, ничуть не лучше, чем вот, того, ну или значит. Это все те же лишние слова. Николай Владимирович, ну, по-моему, вы к нам придираетесь. Какая разница, как человек говорит? Важно содержание. Да? Тогда я вам сейчас докажу на примере. Скажите, пожалуйста, вам нравится Евгений Онегин? Еще бы. Прекрасные стихи. Вот, пожалуйста, послушайте, как они звучат, если их излагать вашим языком. При этом содержание останется то же самое. Ну? Значит так. Мой дядя, в общем, самых честных правил, когда не в шутку того за не мог, он, так сказать, уважать себя заставил. И лучше, как говорится, выдумать, короче говоря, не мог. Конечно, это смешно. А вот когда человеку нужно коротко и ясно изложить свою мысль, а он начинает вставлять лишние слова, тут уж не до смеха. Да-да-да. Не верите? Тогда вот вам наглядные примеры. Видит как-то гражданин, что сарай пылает, он звонит по 0-1, срочно сообщает. Я не знаю, как начать, но, как говорится, я звоню вам, так сказать, чтобы поделиться. В общем, значит, стало быть, тут такое дело. Можно трубку положить, все уже сгорело. Лишние слова, лишние слова говорить не будем. В ерунге такой, пользы никакой, ни себе, ни людям. Как проехать на вокзал, и я спросил в трамвае, пассажир один сказал, что прекрасно знает. В общем, где-то так сказать, это близко очень. Просто тут рукой подать, говоря, короче. Я вам, значит, заодно объясню по дружбе. Вы проехали давно, возвращаться нужно. Лишние слова, лишние слова говорить не будем. В ерунде такой, пользы никакой, ни себе, ни людям. Кот нахально влез на стол, тянется к котлете. Тут хозяин подошел и коту заметил. Вы, Василий, не того, знаете ли, бросьте. Не для вас, для одного, будут, значит, гости. В общем, я сказать хотел, что терпеть не стану. Кот давно котлету съел, взялся за смертану. Лишние слова, лишние слова говорить не будем. В ерунде такой, пользы никакой, ни себе, ни людям. Лишние слова, лишние слова говорить не будем. В ерунде такой, пользы никакой, ни себе, ни людям. Первый школьный звонок вновь зовет на урок. Значит, кончилось шумное лето. Первый день сентября детям радость даря. Каждый раз повторяется это. Опять, опять настал учебный год. Опять, опять кого-то фарта ждет. Пора, пора, ребята, открывать. Весь мир как новую деталь. Стены класса светлые, пахнут краской столы. Значит, время каникул промчалось. Если б мог кто-нибудь снова лето вернуть И продвить хоть на самую малость. Опять, опять настал учебный год. Опять, опять кого-то фарта ждет. Пора, пора, ребята, открывать. Весь мир как новую деталь. На полях дневника нет отметок пока. Их особенно ждут первоклассники. А у всех на виду листья. В школьном саду пляшут рыжие, словно ромашки. Опять, опять настал учебный год. Опять, опять кого-то фарта ждет. Пора, 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 ребята, открывать. Весь мир как новую деталь. Начинаем веселый урок. Вот сегодня, дорогие мои помощники, у меня для вас совершенно особое задание. Интересно. Я дам вам слова, а вы из этих слов должны будете составить рассказ. Причем рассказ интересный и обязательно веселый. Пожалуйста, хоть целый роман сочиним. А какие слова, Николай Владимирович? Сию минуточку. Слова будут такие. Подождите, ручку возьмем. Записывайте, пожалуйста, записывайте. Метро, пальто, кино, кашне, кенгуру, шоссе. Чуть помедлено, Николай Владимирович, не успеваю. Шимпанзе, домино, фортепиано, пенсне, кафе. Кафе. Записали? Записали. Так, мы сейчас из этих слов не только рассказ, мы поэму в стихах напишем. И не только стихи сочиним, но и песню на эти стихи споем. Правильно. Музыка. Как-то рано поутру С другом сели мы в метру И поехали в метре Фильм смотреть о кенгуре Вот это песня, нечего сказать. Вот сидим мы с ним в кине Без пальта и без кашне А вернее я и ты Без кашна и без пальты Друзья мои, мне кажется, что так сочинять и я могу Пожалуйста Любят кино детвора Если в кинох кенгура Ходит, бродит по шоссу Носит в сумке шимпанзу У вас тоже получается Вы тоже молодец Кенгура в кафу зашел Занял там свободный стол И сидит за доминой Шимпанзой и кокодой Великолепно Сейчас я начну Вдруг огромный обезьян Стал играть на фортепиан Будто взрослый, сняв пенсню Хохотал на всю киню Интересное кино Жаль, что кончилось оно В гардероб пора бежать Будут польта выдавать Да, у нас с вами получилась песенка Как раз про то, как не надо говорить Почему? Да потому что все эти слова не изменяются по падежам Например, пальто В именительном пальто и в родительном пальто Без чего? Без пальто слово не меняется И по числам такие слова тоже не меняются Мы же не говорим Этот фильм идет в нескольких кинах Слово кино по числам не изменяется Вот теперь ясно Подождите, подождите Еще не все ясно Вот представьте себе В зоопарке сидят шимпанзе Брат и сестра Нельзя же сказать, что брат шимпанзе А сестра шимпанза Нельзя, нельзя Потому что по родам Такие слова тоже не изменяются Погодите, Николай Иванович По родам не изменяется, по числам А что, эти слова вообще никогда не изменяются? Никогда Никогда, друзья мои И это надо знать всем ребятам Об этом надо помнить А нам с вами об этом надо петь Чтобы грамотными стать И писать отлично Никогда нельзя менять В подержах различных Ни кино, ни домино Ни бюро и ни метро Ни кашне и ни пенсне Ни шоссе, ни шимпанзе Можно песню распевать При честном народе Если только ни менять Ни в числе, ни в роде Ни какао, ни депо Ни кафе и ни пальто Ни калибри кокоду Ни жюри, ни кенгуру Друзья мои Сегодня мы будем говорить О правописании Черточки в наречиях Какой черточки? Ну, коротенькой черточки Которая называется дефис Это хорошо, что она коротенькая Значит, и урок будет недлинненький Ну, это зависит от вашего внимания Мы готовы Во-первых, мы займемся Кстати, как пишется во-первых? Так же, как во-вторых А как пишется во-вторых? Как и в-третьих Через черточку Правильно В наречиях, которые образованы От порядковых числительных Приставка во Отделяется черточкой Во-первых Во-вторых В-третьих В-123 Верно Теперь второе правило Черточка пишется в наречиях Образованных повторением Одинаковых слов или корней Например, еле-еле Точь-в-точь Крепко-накрепко Елки-палки А это при чем? Как при чем? Тоже пишется через черточку Да, она через черточку Но, елки-палки Это ведь не наречия Ах, да, извините Это не наречия Это дрова Ну, хорошо, хорошо Пошли дальше Приставка по Пишется через черточку В наречиях Которые оканчиваются На ски Цки Мягкий знак И Ому-ему Например, по-русски По-казацки По-лиси По-зайчи По-свинячьи Ну, нет, друзья Мы так ведь не говорят Надо сказать по-свински И по-обезьянски По-слонянски Да вы что? По-обезьяни По-слонову А то вы сейчас скажете По-собачачьи Да, нет, мы знаем По-собачьи По-кошачьи По-цыплячьи По-курячьи Вот, вот Вот тут-то как раз По-куриному Ясно? Ясно И последнее Черточка пишется в наречиях С частицами Кое-то Либо-нибудь Если вы все это запомните То кое-где Через черточку Когда-нибудь Опять-таки Через черточку Кто-либо Тоже через черточку Скажет, что вы Грамотные люди А чтобы и ребята Которые нас слушают Были грамотными Мы споем От черточки Специальную песенку Минучку Как же мы споем? Ведь черточку Только видно на бумаге Ее же по радио Не слышно Я знаю, что надо сделать Надо черточку Изображать Звуком В тех местах Где будет черточка Я буду делать так Шш Ну что ж Мысль неплохая Попробуем Я всю ночь не сплю, гляжу в окно За окном опять черным, черно Да чего же, люди, нам не повезло Лучше б стало по ночам белым, белым Я всю ночь в футбол играл Ночью голубей гонял Вот тогда бы стала ночь Словно день, но просто точь Ну, теперь давай ты А я не могу свистеть, у меня зуб качается Он что, молочный? Нет, металлический Да? Ну тогда придумай какой-нибудь другой звук Лай, например, как бульдог Не, я бульдогом не буду Я лучше потявкую, как баллонка Ну, тяскай А я все таки мечтаю о другом Чтобы ночь к нам приходила днем Кое-что в природе надо повернуть Чтобы этого добиться как-нибудь И я бы в школу не ходил День в постели проводил Ну, а раз повсюду мрак Я бы мог учиться кое Как? Николай Владимирович Теперь ваша очередь Нет, 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 друзья мои Нет Ни свистеть, ни тем более тявкать Я не намерен Я уже не в том возрасте, понимаете Это не солидно Если вы не возражаете Я буду Я буду мяукать Пожалуйста, Николай Владимирович Мяукайте на здоровье Я скажу вам, Алекс Саши Не получится по мяу вашему Все в природе правильно устроено Зря, друзья, старайтесь по мяу моему День природа нам дала Чтобы сделать все дела А здесь надо нам ночь Это надо помнить точь Мяу-в, мяу-точь Вот и все Конечно, вы понимаете, что для того, чтобы запомнить эти правила Совсем не обязательно тявкать или мяукать Надо просто твердо выучить, когда пишется черточка в наречиях И запомнить это крепко Вау-накрепко Смешные случаи на уроках На уроке ботаники ученика спросили Что находится в клетках? В клетках находятся львы и тигры Ответил ученик Что такое натуральный мех? Задал вопрос учитель Натуральный мех – это собственная шкура На уроке русского языка Разбиралось предложение по частям речи Ученица на слово «куда» Сказала, что это существительное Какого склонения? Спросила учительница Первого Хорошо Тогда просклоняй И ученица уверенно начала склонять слово «куда» Именительный «куда» Родительный «куды» Дательный «куде» Предложный «окуде» А теперь несколько коротких ответов учеников Как безопаснее переходить в улицу? Улицу лучше всего переходить толпой Чем покрыто тело птицы? Тело птицы покрыто пернатым пухом Что такое летопись? Летопись – это то, что написано летом Как растут ели Ели растут целыми тайгами Что такое витамины? Витамины – это маленькие насекомые Которые сидят в салате, если его плохо помыть Сколько ног у кошки? Кошка имеет четыре ноги Две передние, чтобы бегать И две задние, чтобы тормозить Начинаем веселый урок Первый вопрос Что надо поставить в конце предложения? Точку А почему точку? Может быть, восклицательный знак? Но зачем же восклицательный знак? Запятую Ведь урок дальше продолжится Ну, почему запятую? Уж тогда двоеточие Ведь дальше будет объяснение О чем говорится в уроке А может, вопросительный? Начинаем веселый урок? Друзья мои, вы абсолютно запутались Ставлю точку Конец разговорам Стряслась ужасная беда Нас учат знаком припинания От них всегда одни страда От них всегда одни страдания От них всегда одни страда От них всегда одни страда От них всегда одни страдания Теснятся знаки, как толпа Но толку в них ужасно мало А я их ставлю, где папа А я их ставлю, где папа Куда папа, куда попала А я их ставлю, где попа, куда попа, куда попало. Стоп, 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 стоп. Как это так ставить, куда попа, куда попа, куда попало? Ведь из этого Бог знает, что может получиться. Вот, пожалуйста, я возьму сейчас какое-нибудь предложение и поставлю запятую, куда попало. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну-ка, прочитайте, пожалуйста. Пожалуйста. Я подошел к калитке с громким лаем. Навстречу мне выбежал Барбос. Ты подошел к калитке с громким лаем? Вот это здорово. А я не думал, что ты лаять умеешь. А я и не лаял. Это он меня облаял. А ты сказал, что ты лаял? Да не я лаял, а Барбос лаял. А я только к калитке подошел. Путанники вы оба. Вот что, путанники. Это все от того, что запятая была поставлена не там, где надо. А куда же ее надо ставить? А вот как. Так, я подошел к калитке, запятая. С громким лаем навстречу мне выбежал Барбос. Ну, теперь с запятой все ясно. А вот как быть с точками? Да, об этом говорить не стоит. Точка есть точка. Да? Вы так считаете? Конечно. А вот я сейчас прочту стихотворение и буду ставить точки не там, где надо. Смотрите, что получится. В реке рыбешки на бугре. Мочит корова в конуре. Собака лает на заборе. Поет синичка в коридоре. Играют дети на стене. Висит картина на окне. Вообще ничего нельзя понять. А может, это сказка, в которой все шиворот на выворот? Вот видите, дорогие мои ведущие, это все получилось от того, что точки были поставлены не там, где надо. А давайте их поставим правильно. Пожалуйста. В реке рыбешки, на бугре мычит корова, в конуре собака лает, на заборе поет синичка. Вот, друзья мои. Точка, оказывается, очень важная вещь. И ставить ее надо, куда следует. Достойно точка уважения в конце любого предложения. Пусть точка меньше муравья, пусть точка меньше муравья, она помощница твоя. На карте точка, целый город, неважно стар он или молот, за точкой скрыты города, за точкой скрыты города. Караганда, Ростов, Тамбов, Караганда. Я это знаю, знаю, точно должна быть в каждом деле точка, и если начал что-нибудь, и если начал что-нибудь, поставить точку не забудь. Вот и все, дорогие ребята. Теперь мы знаем, что всегда нужны нам знаки припинания. Без них страда, без них страда, без них страда, без них страда, без них страдает содержание. Без них страда, без них страда, без них страда, без них страдает содержание. Дорогие друзья, сегодня мы продолжим занятия, посвященные красоте и богатству русского языка, ну и, конечно, тем ошибкам, которые встречаются в разговорной речи. Для начала я приготовил маленькое специальное вступление. Просим, просим, просим. Товарищи, товарищи, к сожалению, ахиллесовой пятой многих людей является неумение пользоваться определенными словами и выражениями. Правильно. Такие люди оказывают нашему языку медвежью услугу. И их стремление сделать свою речь более красивой превращается порой в сизифа в труд. Да, да, да. Вы со мной согласны, уважаемые помощники? Мы с вами всегда согласны. Мы с вами два сапога пара. Вот именно. Ведь многие ребята думают не об учебе, а о том, как развить свои ноги. Бегают, прыгают, гоняют в футбол. И мечтают о здоровой ахиллесовой пите. Правильно. А вас, Николай Владимирович, это, конечно, расстраивает. Вы переживаете. Да, льете крокодиловые слезы. Спасибо, это я как раз и хотел сказать. А вообще, Николай Владимирович, мы просто удивляемся, как вы точно подмечаете любые недостатки. Да, просто поразительно. Что ни слово, то пальцем в небо. И, конечно, ваш полезный сизифов труд не пропадет даром. Он всем нам окажет большую медвежью услугу. Спасибо. Пожалуйста. Большое спасибо. Очень хорошо, нечего сказать. Неужели я все это заслужил? Вы еще больше заслужили. Вы и сказочник, и радиоволшебник. Да вы, Николай Владимирович, вы двуликий Янус. Все, 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 все. Друзья мои, пора во всем, что вы сказали, разобраться. Я думаю, вы просто не понимаете смысла крылатых слов и выражений. Неужели? Да вы знаете, что значит двуликий Янус? Ну, что это человек, у которого два лица. Он может работать за двоих. Да, по совместительству. Ничего подобного. Двуликий Янус это двуличный человек. В глаза говорит одно, за глаза другое. И таким человеком вы считаете меня? Что вы, что вы, что вы, что вы, Николай Владимирович? Мы вас не хотели обидеть. Вы всегда говорите то, что думаете. Вы принципиальный, вы упорный. Вы настоящий козел отпущения. Да. А при чем здесь козел отпущения? Как при чем? Козел отпущения. Это козел, которого отпускают, а он упорно не уходит, пока все не съест. Довольно, довольно, довольно все. Вы знаете, как это называется? Как? Яролаж. То есть полная неразбериха. Нет, вы меня так огорчили. Особенно, когда сказали, будто я плачу крокодиловыми слезами. Ну, а что ж тут обидного? У крокодила, представляете, какие слезы? Каждая слезинка по пол-литра. Если не больше. В том-то и дело, что крокодил плачет только от удовольствия, когда ест свою несчастную жертву. А, ну, мы не знали. Видите, не знали, а сказали. Вот это и называется попасть пальцем в небо. Николай Владимирович, мы же хотели вас только похвалить. Да. Оказали вы мне медвежью услугу. Спасибо. Да не за что. Ну, какая там медвежья? Ну, что вы преувеличиваете, Николай Владимирович? Небольшая услуга, и все. А вы, значит, считаете, что медвежья услуга – это большая услуга? Конечно, конечно. Большая, как медведь. Простите, вы что, действительно не знаете эту историю с медведем? Нет. Ну, как же. Был у медведя хозяин. А почему был? Сейчас узнаете. Однажды, когда хозяин заснул, на лоб ему села муха. Медведь, решив сделать приятное своему хозяину, взял огромный камень и как даст по мухе. Ну? В результате ни мухи, ни хозяина осталось только выражение «медвежья услуга». Ясно? Ясно. Вот видите, кое с чем мы уже разобрались. А вы говорите «сизифов труд». «Сизифов труд» – это бесполезный труд. Это выражение, как и многие другие, пришло к нам из легенд и мифов Древней Греции. Сизиф, например, вкатывал камни на гору, а они скатывались обратно. Он их опять вкатывал, а они снова скатывались. Вот откуда выражение «сизифов труд». Вот видишь, а ты «сизифов», «сизифов труд». Да, а у древнегреческого богатыря Ахилла, неуязвимого для вражеских стрел и мечей, единственным слабым местом была пятка. Ясно. Ахиллесова пята – значит слабое место. Простите, а вот из какой легенды пришло выражение «два сапога пара»? Так говорят про двух людей, похожих друг на друга, и стоящих один другого. А-а-а. Ну, один мало знает, а другой еще меньше. Как только контрольная, у одного зуб болит, а у другого тетя приехала. Один сапог зовут Лева, точно, а другой сапог – Алик. Прекрасно. Вы оба поняли значение этого выражения. Вот и все. Как говорят, конец делуенец. Веселый урок закончен. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулякам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулякам было веселей. Радионяня, радионяня, есть такая передача Радионяня, радионяня, у неё одна задача Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Субтитры создавал DimaTorzok